В прямом эфире время новостей. Меня зовут Виктория Малая. Здравствуйте. Эвакуация в Иркутском техникуме машиностроения. Более 160 студентов и преподавателей покинули учебное заведение в связи с задымлением. На место сразу приехали пожарные расчеты. Локализовать возгорание удалось быстро. Все подробности в сюжете Мадины Халиковой. Сигнализация в Иркутском техникуме машиностроения сработала в 10.41. Преподаватели учебного заведения сразу бросились эвакуировать студентов. По предварительной информации на цокольном этаже загорелись доски. Был сильно задымлен элеваторный узел. Дымом затянуло и верхние этажи. У нас закончилась третья пара. Мы поднялись в столовую на обед. И когда мы спускались, нам уже сказали, что у нас горит подвал и срочная эвакуация. Мы все дружно двинулись на стадион. Помогали преподаватели, которые вели у нас на данный момент уроки. Никакой паники. Все было организовано. Все сначала не поняли. Когда мы пришли на стадион, уже все сказали, что действительно у нас пожар. Из техникума эвакуировали 167 человек. Среди них 30 – преподаватели. Всех отпустили домой. На место пожара сразу прибыли 14 единиц техники. В тушении огня задействовали 54 человека. С огнем справились быстро. Буквально через 40 минут пламя на площади 70 квадратных метров полностью удалось локализовать. Для удаления едкого дыма работала специальная машина. Работало 14 единиц техники, 54 человека личного состава. Применялся дымосоз для удаления дыма. 300 ВЛАБ, 5 звеньев газодымозащитной службы. Пострадавших нет. По имеющейся информации, Иркутский техникум не прошел проверку пожарной безопасности. Региональная прокуратура выдавала представление руководству учебного заведения с требованиями устранить все нарушения. Сейчас дознаватели выясняют, из-за чего произошел пожар. Рассматривают две основные версии – замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем. Мадина Халикова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Три человека пострадали в ДТП под Иркутском. В районе станции Батарейная грузовик врезался в легковушку и машину ДПС. Инспекторов вызывали на место происшествия из-за другой аварии, которая случилась ранее. В итоге от удара столкнулись несколько машин. Известно, что грузовик ехал из областного центра в Ангарск. За рулем находился 47-летний мужчина. Сейчас причины ДТП выясняют, проводят доследственную проверку. Зима вновь пришла в Иркутскую область. Так сегодня выглядит Култукский тракт. В Иркутске также днем ожидается дождь с мокрым снегом. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 7 градусов. По региону пройдет дождь и мокрый снег с порывами ветра до 14 метров в секунду. Пять лесных пожаров за минувшие сутки ликвидировано в Иркутской области и по одному в Уссольском, Золоринском и Осинском районах, два в Иркутском. Тем временем министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда и руководитель добровольной пожарной дружины из Иркутска Александр Деев рассказали сегодня журналистам о том, какими силами и средствами велось пожаротушение в наиболее проблемных территориях во время майских праздников, когда сильный огонь и задымление вызвали серьезное беспокойство среди иркутян и жителей многих районов области. Также сегодня министр лесного комплекса объяснил, почему режим ЧС не был введен на территории всей области, а только в Иркутском, Баендаевском и Боханском районах. Если брать всю территорию Иркутской области, то на половине территории Иркутской области у нас еще лежит снег. Вводить режим ЧС и не допускать людей в леса на всей территории Иркутской области, ну это как-то странно было бы. И люди бы, если здесь вот понимают это, ну иркутяне и так далее, то, например, в Устилимске бы это не поняли, зачем нас не пускать в леса, когда там лежит снег. Мы приняли решение о том, что мы вводим ограничения в лесах в гаремые районы. Муниципальные муниципалитеты на своих территориях режим ЧС ввели. Оперативная ликвидация пожаров стала возможной благодаря тому, что в марте губернатор Сергей Левченко внес изменения в региональный бюджет. Это позволило провести подготовку лесничеств к пожароопасному периоду, обеспечить горючим, техникой, обмундированием и продуктами. Тем временем, по прогнозу метеорологов, 14-16 мая местами в южных и центральных районах ожидается высокая, 4-го класса и чрезвычайная, 5-го класса пожароопасность лесов. Мошенники на Авито за сутки обманули трех жителей Иркутска на сумму свыше 150 тысяч рублей. Это один из самых распространенных видов обмана. Зачастую граждане заключают сделку, но при этом не убеждаются в безопасности своих действий. Доверяют данной карты счетов незнакомым людям. Самой крупной суммой лишилась 76-летняя жительница Ленинского района города. Она продавала гараж. Иркутянка под диктовку якобы покупателя выполняла ряд действий, в результате которых перевела на его счет 100 тысяч рублей. Еще один иркутянин лишился 40 тысяч рублей при покупке квартиры, а иркутянка потеряла 10 тысяч рублей, продавая диван. Всего с начала года более 100 жителей Иркутской области стали жертвами мошенников, желая купить или продать что-либо на популярных интернет-сайтах. В 2020 году в Бейндае откроют новую школу на 725 мест, а в селе Гаханы среднее учебное заведение на 110 мест. В перспективном на сегодняшний день Бейндаевском районе активно идет также строительство больниц, фельдшерских пунктов и детских садов. В последние годы на территорию активно возвращается молодежь. Вольная борьба – одно из ведущих спортивных направлений в Бейндаевском районе. Правда, для посещения секций этим юным борцам приходится проделать путь в несколько километров. В местной школе поселка Нагалык своего спортивного зала никогда не было. Занятия физкультуры по возможности на улице, а то и вовсе без них. И даже в этих условиях есть кем и чем гордиться. Пока у нас спортивного зала не было, четыре ученика наших даже выполнили нормативы кандидата в мастера спорта. Одна девочка у нас выполнила норматив кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. Она сейчас учится в школе Олимпийского резерва в городе Иркутске. Трое выполнили нормативы кандидата в мастера спорта по стрельбе из лука. Летом прошлого года долгожданное событие рядом с Нагалыкской средней школой начали строить спортзал. На сегодня работа уже в стадии завершения. К первому сентября уверены, в этих стенах смогут уже начать занятия. Причем помещение будет доступно не только для школьников, но и для всего населения поселка. А глава Нагалыка тем временем строит уже дальнейшие планы. Сама школа в приспособленном помещении. Дети учатся в здании бывшей конторы совхоза. На сегодня здесь 104 ученика. И это не предел для поселка. Население растет, открывают новые фермерские хозяйства. Необходимы новые здания, школы и детского сада. 32 ученика, детей ходят в этот садик, а очередь где-то 35 человек на сегодня. И еще деревня у нас, связи с тем, что развитое фермерское хозяйство, молодежь остается. Где-то на сегодняшний день почти десяток новых домов строится. Строительство нового здания Нагалыкской школы на контроле у депутата Госдумы от Иркутской области Михаила Щапова. При этом сегодня власти ставят перед собой и новые задачи. В 2020 году в Байндайе откроется новая школа на 725 мест. В Шаманке и Нухунури уже в этом году откроют двери новый ФАП. Также запланирован ремонт пяти ФАПов в других населенных пунктах. В селе Гаханы строится новая школа на 110 мест. Мы с руководством района и области активно работаем в этих направлениях по всему Байндаевскому району. Новые социальные объекты, больницы, школы и детские сады необходимы как воздух, чтобы молодые семьи могли комфортно воспитывать новое подрастающее поколение. Яна Романова, Артура Щупки. Новости. Сейчас. 550 тысяч цветов в этом году украсят Иркутск. Сегодня в горзеленхозе представили проект озеленения и украшения областного центра. Часть оформления посвятят году театра. Так, например, в сквере Горького клумбы сделают формы театральной маски и кулис. А в сквере Кирова используют вычурные элементы. Кроме того, в этом году сотрудники горзеленхоза решили внести яркие краски в цветочное буйство и на улицах города. В этом году мы привнесли много таких ярких расцветок на грани фола. То есть это есть или фуксия, или насыщенные розовые. Вот мы на сквер Кирова вернули, если можно так сказать, царицу однолетника в питунью яркого такого насыщенного цвета. Мы пробовали новые сорта. Вот в озонах у нас появятся новые сорта ампельной питуньи, прилив, джаконда. А еще клумбы засадят лиственными однолетними растениями и декоративный табак Дихондра Альтернантера. Они разбавят буйство красок и сделают клумбы более интересными по своей форме и содержанию. И о спорте. Иркутский боксер Василий Каверин выиграл серебряную медаль на первенстве России. Оно проходило в Оренбурге. Боксер выступал в весовой категории до 81 килограмма. Каверин провел четыре боя. В финале встретился со спортсменом из Омской области Ильей Богатыревым. Весь поединок прошел в равной борьбе, но раздельным решением судей победу одержал омский боксер. Василий Каверин тренируется в областной школе высшего спортивного мастерства. Его тренер Аркадий Козюка. По итогам первенства страны, иркутянин включен в состав молодежной сборной команды России. Владимир Путин объявил благодарность нападающему Байкал Энергии Владиславу Кузнецову за высокие спортивные достижения на Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске. Мастер спорта России Владислав Кузнецов воспитанник Ульяновской хоккейной школы. У Байкал Энергии дебютировал 12 ноября прошлого года в матче чемпионата России с Хабаровским СКА-нефтянником. В первенствах России провел 137 матчей, забил 82 мяча. В розыгрышах Кубка России 36 матчей, 25 мячей. В составе студенческой сборной России на Всемирной зимней универсиаде 2019 года провел 6 матчей и забил 5 мячей. И до свидания.